У меня было РПП. Я занимаюсь калистеникой, подтягиванием, всякие элементы на турниках. Я не ем мясо. Как минимум вы уйдете с одним полезным рецептом, с одной идеей для завтрака. Привет! Я Катя, персональный тренер. И в принципе мой блог о том, как ведет свой образ жизни тренер. Через свои видео я хочу замотивировать как можно больше людей на правильный образ жизни. У меня есть видео о том, как готовить правильные рецепты, а также видео обучалки тренировок. И кстати, я занимаюсь достаточно необычным направлением в спорте для девочек. Это калистеника. Калистеника это тренировки со своим весом тела. То есть всякие подтягивания, отжимания, тренировки на брусьях, флажки и так далее. И в принципе благодаря этому направлению я набрала неплохую аудиторию в ТикТоке. И соответственно так и рождается это видео. Потому что я решила ответить на вопросы, которые интересуют моих зрителей в ТикТоке. И чтобы это видео было максимально полезным, я решила следующим образом поступить. Я решила отвечать на вопросы и на фоне готовить завтрак. Соответственно полезный завтрак. Я думаю будет интересно. А кому будет неинтересно, всегда можно проистать. Будем готовить что-то типа бол. И я решила накидать туда абсолютно все, что было у меня в холодильнике. Но продукты, которые достаточно хорошо сочетаются. И кстати, с соусами все намного вкуснее. Есть разные соусы. Сегодня мы не будем готовить соус. Но я оставлю рецепт, какой соус я готовлю. И заправляю абсолютно любые салаты. Болы. И это просто обедение. Как будто ты ешь салат с майонезом. Итак, база любого завтрака. Это сложные углеводы. Гречка, может быть хоть горох, посоль, кино, что угодно. Главное не овсянка. Потому что это достаточно быстрый углевод. И это не самая полезная каша. Я решила сварить то, что у меня осталось в шкафу. Это какая-то смесь кино с кукурузой. Пока месь у меня тут будет вариться каша. Я, соответственно, займусь креветками. Мне нужно их прочистить, промыть и поставить запекаться в духовку, либо же варить. И кстати, смотрите, какой интересный лайфхак. То есть, вы можете не использовать креветки. Вместо креветок вы можете взять и просто яйца, куриную грудку, рыбу, тофу, бобы и домами. Если вы там вегетарианец. То есть, все продукты, которые у меня в боли, вы спокойно можете поменять. Если у меня сложные углеводы, там какая-то каша кино с кукурузой, вы можете просто заменить на гречку, на фасоль, так же подойдет. На любой сложный углевод, который у вас есть. Также с белком. Белок вы можете заменить на все, что угодно. Хоть на брензу, сыр и так далее. Пока месь я буду тут заниматься креветками, отвечу на первый вопрос. А какой первый вопрос? Итак, первый вопрос. Почему так мало ешь? Я добавила видео о том, что я ем за день. И у меня просто взорвались комментарии о том, что я очень мало ем. Во-первых, я не мало ем. Я просто питаюсь интуитивно. Я могу за день поесть 2 раза, 3 раза, 4 и даже 5. Зависит от того, как я себя ощущаю. Хочу ли я кушать, не хочу. Достаточно активный у меня сегодня день или нет. Иногда, когда активный день, я могу вообще ничего не кушать, потому что не успеваю. И это для меня нормально. Но чаще всего я, конечно же, стараюсь питаться 2-3 раза в день интуитивно. Самое главное это завтрак, потому что если я хорошо и плотно завтракаю, соответственно, у меня на весь день супер настроение, много энергии. И вечером я не хочу съесть весь дом. Если я не завтракаю, кстати, вечером я могу там налегать на что-нибудь полезное или не полезное. И не стоит забывать, что мы все разные. Если одному человеку нужно столько-то количества еды, другому, соответственно, меньше или же больше. Поэтому насчет этого факта не бунтуем. Я просто питаюсь интуитивно. И стоит сказать, что к такому питанию интуитивному я приходила достаточно много времени, потому что я пережила РПП. Да, добрый вечер. Походу, я практически ни одну девочку, не знаю, в своем окружении, которая не сталкивалась с РПП в той или иной степени. Но у меня оно было, кстати, жесткое, потому что я из РПП выходила 2 года. Дошло все до того, что я посадила свое здоровье, у меня выпали волосы. Это было грустно и печально. Как-нибудь сниму об этом видео. Так вот, соответственно, через много ошибок, через боль и так далее, я вывела для себя идеальный какой-то метод питания. Это интуитивно. И, как я сказала, я могу есть абсолютно все, что захочу, сколько хочу. Просто мой организм уже настолько подстроился. Он хорошо чувствует, что ему хочется, сколько ему хочется. Поэтому я питаюсь немало. Для вас это мало, для меня это окей. Для кого-то мое вот питание, кажется, вообще это овер много всего. Для меня окей. Так, следующий вопрос. Я сейчас, кстати, буду стелить пергамент и отправлять в духовку в креветки. Вот что я буду делать. Почему именно калистеника? Интересный вопрос, конечно. Сейчас я отвечу, почему именно калистеника. Короче говоря, я занимаюсь в зале очень много лет. Уже где-то лет пять. Я с 15 лет начала заниматься в тренажерке. Мне сейчас 22. И, как все девочки, первое, что я начала делать, когда пошла в тренажерку, качать ягодицы. Ну, а что еще? Что еще? Кроме жопы надо качать. Не спину, да, не руки. Только жопу. Так вот. Сейчас я в духовку поставлю разогреваться. Креветоли я распределила на противень и в духовку. Креветки я ни с чем не смазываю, не сбрызгиваю. Просто немножко соли и перца. Возвращаюсь к вопросу. Так вот. Около двух лет я активно занималась только с весами, только на тренажерке. И я отрастила себе очень неплохой орех. Очень хороший. Соответственно, с ягодицами растут и бицепсы ног, и квадрицепсы, и все, что хочешь. В принципе, ноги увеличиваются в размере. А я не самая высокая девочка, в принципе. И у меня рост 165. Но на моем росте 165. Мои... Моя круглая попа и хорошие ноги в объеме визуально делали меня короче. И мне это перестало нравиться. Да, у меня была очень хорошая форма. И такая прям вот коренистая вся была. Но мне это не нравилось визуально, потому что я выглядела короче. И вот меня переклинило спустя 2 года. И я решила худеть, избавляться от мышечной массы. И в принципе не заниматься тяжелыми весами. На этом пути, уменьшение своей мышечной массы, похудение и так далее, я и познакомилась с калистеникой. Тренировки со своим весом тела. Мне очень понравилась эта история. Я начала учиться подтягиваться, отжиматься. Соответственно, соблюдать уменьшенный колораж, чтобы избавиться от мышечной массы. Легкое кардио. И так у меня получилось добиться той идеальной фигуры, которая сейчас для меня просто эталон идеала. Так, в принципе, я и пришла к этому виду спорта. Но, кстати, калистеника, это, наверное, самый крутой вид спорта. Потому что у тебя такая выносливость, у тебя такая сила. Не все мужчины могут отжиматься и подтягиваться. А подтягиваться я теперь начала с дополнительным весом. 10 килограмм плюс. Это очень круто. И мышечная масса не нарастает так легко. Потому что на подтягивании ты возьмешь свой вес тела, ну, максимум, как девочка, ты возьмешь 15 килограмм. Больше нет смысла. Ну, и стоит справедливости ради сказать, что я строю свои тренировки таким образом, чтобы не набирать излишнюю мышечную массу, но при этом быть сухой, и чтобы рельеф и мышцы хорошо выделялись. Да. Следующий вопрос. Пока мясо у меня тут готовится к реветке, нужно будет почистить яйца. Обычно лучше всего делать яйца пашот, но я их сварюю. Яйца. Надо почистить. Как ты научилась подтягиваться? Это самый часто задаваемый вопрос под моими видео. И, в принципе, все знакомые мне его задают. Как, как? Так же, как и учишься отжиматься, приседать, английский и так далее. Ты просто находишь видео, идешь и занимаешься до тех пор, пока у тебя это не получится. На самом деле, это настолько простой ответ на этот вопрос, что я иногда даже не понимаю, почему вы его задаете. Просто идешь и занимаешься. Рано или поздно ты добьешься результата. Кто-то может научиться подтягиваться за месяц, кто-то за полгода, кто-то за год. И то, и то нормально. Мне понадобилось около трех месяцев, чтобы научиться подтягиваться. Еще около года, чтобы добить свои подтягивания до десяти штук. И то. Не всегда я делаю эти десять штук. Потому что, соответственно, иногда у меня больше сил, иногда меньше. Иногда я покушала, иногда нет, иногда я уставшая, иногда нет и так далее. Но научиться сделать пару подтягиваний, но научиться сделать пару подтягиваний, может абсолютно каждая девочка. И просто постепенно улучшать свой результат. Брать вес или же работать на увеличение количества. Следующий вопрос. Почему ты не ешь мясо? Да. Я не ем мясо. И первое, что я хочу сказать. Я ем рыбу, молочку. Яйца. Все морепродукты. Короче, я ем все, кроме мяса. Мед тоже ем. Мясо я не ем исключительно из своих личных соображений. Во-первых, я с детства не любила мясо. Во-вторых, у меня очень негативные ассоциации с мясом, с плотью, кровью и так далее. Это связано исключительно с моими какими-то идеями в голове. Просто я не могу есть плоть. И все. У меня это вызывает отвращение. Вот. Я не хочу это есть. Спасибо. Не буду. Колбасу я тоже не ем. Сосиски не ем, в принципе, любое мясо. Я не исключаю тот факт, что когда-то, возможно, я буду есть мясо. Но сейчас нет. И мне еще и, в принципе, жалко животных. Но скорее я полагаюсь на тот факт, что для меня не совсем приемлемо есть мясо. Из моих личных соображений. Нерелигиозных и так далее. Мы почти все ингредиенты приготовили, поэтому сейчас будем собирать сам бол. Сейчас выброшу. Сперва кашу. Любой сложный углевод. У меня это кукурузная каша с киноа. Я, кстати, не считаю калории и ложу все на глаз. Опять же, интуитивно, сколько я представляю, что съем. Сюда можно, кстати, в кашу добавить сливочное масло. И, пожалуйста, не избегайте жиров. Оливковое масло, сливочное масло, авокадо, рыбу жирную как можно жирней. Не избегайте жиров, потому что, на самом деле, вы выполняете не от жиров, а от углеводов. И если взять это все на клеточном молекулярном уровне, то вы выполняете все же от углеводов, а не от жиров. А жиры это незаменимый элемент, в принципе, в женском теле, и не только потому, что полезные жиры отвечают за нашу гормональную систему. Поэтому в кашу я обычно добавляю сливочное масло или же авокадо, оливковое масло, все, что у меня есть пожирней. В этот раз я добавлю сюда оливковое масло, соль, мед, лимонный сок, просто как заправка для каши, чтобы она имела более приятный вкус. Немножко оливкового масла заправляем. Лимонный сок, сбрызгиваем лимонного сока. Кстати, вы знали, что сочетание кислого, сладкого и соленого в идеальных пропорциях это равно идеальному вкусу. Да, идеальный вкус это сочетание в идеальных пропорциях этих трех вкусов. Вот, и поэтому я добавлю чуть-чуть капельку меда, оливковое масло, сок, соль, сок лимона, соль и капельку меда, просто чтобы сбалансировать вкус каши. Кстати, у нас дома нет сахара, абсолютно, уже года три вместо сахара у нас мед. Мед я тоже не во все добавляю, в чаи только холодный, например, добавляю. Или же в салаты, использую как топики для заправок, или если нужно что-то подсластить, творог там с медом. Но сахара у нас в доме нет. Это так круто! На самом деле, чтобы избавиться от плохих продуктов в доме, надо их просто не покупать. И все, и вы автоматически находите им замену. Сахара нет, так что у меня там сладкое есть. Я, например, когда не было ни меда, ни сахара в доме, я сделала из яблок сладких пюре, и так подсластила блюдо. Так что да, просто не покупайте там чипсы, сладкое рафинированное масло, и поверьте, вы найдете, чем это заменять. Конечно же, со временем, не сразу. Следующее, вместо клетчатки, мы добавляем батат. Можно добавить просто листья салата. У меня с вечера запеченный батат, поэтому я его разломаю на кусочки и добавлю к нашей каше. Кстати, так полюбила батат. Еще больше я люблю его кожуру, нежели саму мякоть. Тыква, кстати, не так нехорошо залетает, как батат, хотя они вроде похожи. Но их кожура, это бесценно. Добавляем батату. Я себе несу кожуру. Лучше всего готовить, конечно, яйцо пашот, но оно у меня не получается. Я обычно варю просто яйца до мягкости, но в этот раз я их чуть-чуть передержала. Ставим сюда в бону яйца. Яйца. Два яйца. Три. Зависит от ваших предпочтений. Я решила добавить немножко бобов ядомами вместо листьев салата, просто потому что они зеленые. Так. Ядомами. Вы можете взять вместо ядомами стручковую фасоль. Просто заменить все ингредиенты, которые здесь я уже так говорила. Будет не менее вкусно. Вот такая тут красота у нас получается. Каша, яйца бобов ядомами и батат. Осталось только добавить креветки. Вот, они уже готовы. Это намного эффективнее и лучше, чем их варить. Сейчас я их вытащу. Послушайте, как они шибят. Запеченные креветки вкуснее, чем вареные. Вы проверьте и убедитесь. Добавьте к ним, не знаю, розмарина, чеснока, что угодно. Но они просто так вкусные. В принципе, мне осталось только почистить креветки. Я ответила на все вопросы. Если есть еще вопросы, задавайте. Мне понравился этот формат видео. Достаточно интересный. Особенно, что я сейчас еще буду кушать. То есть, я не без дела сидела. Боже, они запеченные такие вкусные. Это, пожалуйста, не варите креветки, не жарьте. Просто запекайте. Это бомба. Кстати, правильно питаться, это недорого. Конечно, хорошо, когда у вас есть деньги на какие-то более дорогие продукты. Такие, как там лосось, батак вместо картошки или свеклы. Но, когда я переходила на правильное питание, у меня не особо были финансы. Потому что мне было тогда сколько? Лет 16-15. И, в принципе, меня в семье ели классику. Макароны, жареную картошку и так далее. И я покупала просто самые обычные, простые продукты. Я брала 100 лей. Если в евро, это 5 евро. На 3 дня покупала продукты на 5 евро. Капусту, свеклу. Также вместо там всяких белковых продуктов, таких как креветки, рыба и так далее. Я покупала молочку, сметану, кефир и так далее. И также прекрасно получилось привести себя в форму самыми обычными, простыми, не такими дорогими продуктами. Поэтому правильно питаться недорого. Надо просто изучать, смотреть и расширять свой кругозор в плане питания. Столько крутых рецептов из таких простых продуктов. У меня, на самом деле, большая часть в холодильнике это самые обычные, простые продукты. Корень сельдерея, свекла, картошка, лук-порей. Итак, я почистила креветки. Болл уже готов. Это так вкусно выглядит. Причем я добавила абсолютно все, что было в холодильнике. Но получилось бомба. Так. Последним необходима заправка. Потому что все-таки, если это все залить заправкой, будет намного вкуснее. И в качестве заправки вы уже можете использовать что угодно. Главное, чтобы было полезное. Например, оливковое масло с лимонным соком, медом с солью. Либо же какой-то ореховый соус. Либо же соус орехи с зеленью. Кстати, у меня есть такое в холодильнике, поэтому я сейчас залью. Рецепт очень простой. Орехи кешью. Много петрушки. Соль. Вода. Лимонный сок. Все это взбить блендером. И получается просто обалденный соус. Я оставлю рецепт. Сейчас я все это залью и буду кушать. Какой аромат. Вот этот соус. Здесь орехи кешью. Много петрушки. Лимонный сок. И вода. Заливаем это все смачным соусом. Ого. Обалдеть. Вот такая красота получилась. Ну, это действительно так аппетитно. Делаем первую дегустацию. Ммм. Это еще и так вкусно. Ну, вот и все. Мы приготовили безумно вкусный завтрак, который насытит вас на весь день. Это может быть и обед, и ужин. Это так вкусно. Теперь я буду это есть и монтировать в лоб. Очень вкусное сочетание. Я надеюсь, вам понравилось видео. Вы выделили для себя что-то полезное, интересное. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok